Спасибо, руки можете опустить. Кто-нибудь против? Есть? Нет? Принято единогласно, спасибо. Ребята, мы с Россией, Россия с нами, мы сегодня все солидарны. Не забывайте сегодня всероссийский протест. Помой ли не помойка? Спасибо за солидарность! Спасибо всем, друзья. Как мне кажется, самый лучший вариант это построить мусороперерабатывающий завод. Еще один. Либо усовершенствовать имеющийся. Ведь у нас есть уже архангельский мусороперерабатывающий завод, но мощность его слишком мала для нашего города. В последнее время тенденция на сортировку мусора все увеличивается и увеличивается. И со временем постепенно каждый человек, для каждого человека будет доступна сортировка мусора. Надо еще туда побороть. То есть наблюдается очень большой подъем. И после того митинга 2 декабря и до сегодняшнего прошло 2 месяца. За эти 2 месяца людей добавилось еще больше к этому протесту. Власть сигналы слышит и поэтому делает еще больше глупостей. То есть наподобие урдамы, которые собирали совещание с посторонними людьми, не пустив туда людей, о виде отправления митингующих в самые дальние углы города. То есть власть слышит и делает все наперекор. Слышит, но не хочет услышать. Пришло больше людей, чем 2 декабря. Но даже не это главное. Главное, что мы чувствовали сопричастность ко всем, кто протестует против экологического беспредела в России. И мы получили информацию о том, что в митингах, подобных нашему, участвовали сегодня не менее 70 городов, примерно в 30 регионах страны. И это, конечно, очень воодушевляет. Люди объединяются, люди начинают понимать, что они могут исправить эту ситуацию. Это здорово. Ну, мне кажется, сейчас наступают новые времена. Мы вступаем в период новой политической реальности, когда люди идут уже не за политиками, а объединяются между собой и действуют сообща в форме горизонтального сопротивления. Власть к этому не готова. Помолим не собой-ка! Помолим не собой-ка!